Привет, народ! Привет, YouTube! Глафира Абрамовна. Картина мира. Одна из рубрик, которую я хочу развить, и никак. Картина мира. Сегодня мы будем обсуждать Людмилу Лициановну Гуцуляк. Она же Флорида Ялта. Она же с кучей-кучей разных почему-то наименований, определений, прозвищ. Назовите это как хотите. Но большего количества я не встречала ни одного из блогеров. Очень много определений. Тот, кто хочет, тот найдет. А кто следит за жизнью про матери Ютуба русскоязычного, тот, соответственно, знает все это. Я уже записывала видео про картины мира Елены Вильчевой. Но те, кто опустил этот момент, не увидел. Скажу вам, картина мира это совокупность факторов событий, которые повлияли на формирование личности человека. Как правило, они складываются в детстве в определенную палитру ярких красок, которые формируют взгляды, мнения, убеждения человека. так вот, что касается Людмила Лицановна. Кратко, справочно. Родилась в 1957 году в городе Ялта. Ну, это многие знают. Родилась в семье, которая лишь на бумаге только что была не зарегистрирована семьей. до конца своих дней мать и отец прожили в гражданском браке. Заметьте, что в те сложные времена это был факт немногочисленный. Не все хотели сочетаться с гражданским браком. И как бы многие это даже даже странились этого фактора. Мама работала на разных работах. Папа возведен в культ моряка капитана водолазного судна. Ну, чуть ли не Черное море выкопал. При этом как утверждает Людмила Лициановна отец ее Лициан был немцем чистокровным. Бабушка Дитрих активно работала на благо фашистов. Знала пять языков. И якобы есть фотографии с красной помадой 19 века. Ну, это уж, конечно, преувеличение. Но факт остается фактом, что не все там так просто. Отсюда, может быть, и объясняется стремление Людмилы Лициановны нам к теткам засунуть в халатах живущих на теплотрассе и рассказывать о ненависти своей к России. В недавнем спичи, которые она удачно удалила или скрыла, такие были подняты темы. Ну, на статью российскую 282 Людмила Лициановна себе наговорила призыв к свержению власти и ненависть к президенту. Я считаю, нельзя так открыто кричать на эту тему. Каким бы ни был наш президент, он наш, а не ваш. У вас свой есть Байден. Так вот, жила Людмила Лициановна почти всю жизнь скромно и бедно. Она сама не раз об этом рассказывала, о том, что жизнь ее была очень сложной. Особенно обострились проблемы, когда отца посадили с конфлистацией на 8 лет. Я уж не знаю, что это была за статья, придумывать не хочется, но просто так такие статьи не давала. Людмила об этом умалчивает, не рассказывает. Вместе в комнате на Слободской рядом с пляжем жила не только дочка мама и папа, но еще ребенок. Это Журавлева Наталья, о которой мы почти ничего не знаем, и бабушка, и кто-то еще периодически проскальзывает, что в комнате жил 6 человек. И единственной отрадой у Люды, маленькой, любимым самым занятием было спрятаться под круглый стол, на котором лежала скатерть, спрятаться от мира и жить там в своем мирке. прошло больше чем полвека и Люда до сих пор любит уединиться и спрятаться по всех. Придумала себе какой-то необитаемый остров, придумала о том, что ей надо жить одной, пропагандирует жизнь в одиночестве в машине, мечтает об автодоме. согласитесь, что для семьи мечтать путешествовать и жить в автодоме, возможно, это один из таких видов дауншифтинга, когда ты выходишь из реальной жизни, погружаешься полностью в такое почти самообеспечение, независимость. Обычно это происходит в кризисные годы, 40-45 лет. Ну вот именно сам проявился тут позднее, потому что при жизни с Дугласом она, конечно же, путешествовала, но путешествовала более цивильно. Наездила и в Калифорнию Наташа, конечно, наездила в Калифорнию к подружкиной. Потом что-то пошло не так. И это началось не так в то время, когда приехали дети. То есть это бегство от социума. Еще заметьте, что все те подруги, которые у нее были, я Аллочку не беру в расчет, потому что там единственный человек, который с ней может хоть как-то существовать некоторое время. Все разбежались. Ну а жилищика Марина, которая нового, она просто вынуждена мириться, я думаю. Ну и во многом они друг другу стоят, любят последничать. Довем покурить, попить кофе, провести праздный образ жизни. Да, подруг нет. Опять же, такое социальное одиночество. Она очень любит повторять фразы, я сама никому никогда не звоню. заметьте. Всю потребность в общении Саня Люциановна перевела на телефон. Сначала на камеру, потом на телефон. Единственный клуб общения, потому что человек призван своей природой общаться. у нее осталась только вот та аудитория, которая слушает ее рассказки. Простите. Так вот, почти всю жизнь зрелую Люмила провела около моря. Жизнь в курортном городе очень сильно отличается от жизни обычного городка, даже села. Потому что дети с ранних лет видят, как легко тратятся деньги, что жизнь состоит из увеселительных мероприятий. И когда Людмила сказала, что у нас 40 лет не работает, меня это повергло в некоторый шок. Она с гордостью говорит, да я, я 40 лет не работала. А в 47 она уехала в Америку. И теперь гордится и там. И вот такая жизнь по нраву не работать, развлекаться. Это опять отголоски. Опять картина мира, которая сложилась в очень далеком детстве. Многие же удивляются, почему вы Людмила не пойдете работать, но потому что в идеальной картине мира у Люды никто не работает. С учебой, видимо, тоже было не все так просто и гладко. Хотя надо сказать, что русский язык поставлен, речь грамотная, видимо, что-то читала из классической литературы. Возможно, что в начальной школе училась неплохо. Уверяюсь, что тут есть два высших образования, но никто никогда не видел дипломов. Один раз она показала мельком корке дипломы, но это я тоже могу кучу таких дипломов показать, если захочу. Такие дипломы свободно покупались в 90-е переходах Москвы, крупных городов, я думаю, в Киеве тоже говорит, что есть экономическое и юридическое образование, при этом утверждает, что до 24 лет работала официанткой в кафе при гостинице, в ресторане при гостинице. И вообще, видимо, вся юность прошла вот в общепите. В общепите. Есть навыки шитья, возможно, это было какое-нибудь швейное училище, но то, как она ненавидит школу и вообще образование, говорит о том, что там были проблемы. Проблемы серьезные, потому что, как правило, люди, которые учились неплохо и хорошо были социализированы, они вспоминают о школе с теплом. Но нет, не сложилось. И не просто о школе, а вообще об образовании. Людмила так часто утверждает, что высшее образование никому не нужно, что вообще образование это ерунда. Очень сильно, глубоко ошибается, она несет лживую среднюю массу. Потому что, что ни говори, а уровень преподавательского состава института, университета будет очень сильно отличаться от техникум или колледжа. Тот же объем предметов первые три года посвящены общим предметам, два, три остальных специализации. Те же предметы несут более глубокий характер. что мне говорить образованным людям о том, что высшее образование необходимо, особенно в 21 веке. Так вот, Людмила Александровна утверждает, что нет, не надо, это только трата времени. Как-то странно сложилось впечатление о двух, после двух образованиях у Гуцеляка. Очень странно. К тому же досуг у Люды организован не был. Она сама себе все придумала. Бегала на пляж, купалась, питалась подножным кормом, абсолютно не обладает навыками в культурном поведении за столом, что говорит о том, что никто не приучал. Недавно высказала такую фразу «Мне вообще ваши ножи не нужны». Облизываю пальцы, облизываю. «Хочу и хочу». Даже вот та культура питания, которую он демонстрирует в жизни на тракстопах, говорит о том, что по сути дела Людой никто не занимался. И при этом она демонстрирует феномен детей с проблемами родителями. Мне приходилось по роду профессии общаться с педагогами и воспитателями детей спецприемников и детских домов. Что самое поразительное, как бы дома не было плохо, как бы мать или отец не били ребенка, не издевались над ним. Самым святым человеком остается мать. К маме, к маме, к маме. дети бегут через поле, пойманные, которые на вокзалах, бродяжки, и бегут куда вы думаете? Домой, к маме, к маме, к маме. Спрашивают, ну там же плохо, ну там же не кормят, ну там же не ухаживают, он же там никому не нужен. Нет, мама святая. И вот сейчас Людмила Александровна демонстрирует нам вот точно такое же отношение, что мамочка любимая, мамочка хорошая. Но послушав ее рассказы про свое детство, волосы дыбом становятся. Вот отсюда она считает всех, кто пишет против ее, хейтерами. Причем портрет хейтера в ее глазах это обязательно алкоголик, обязательно живет в однокомнатной хрущевке. Разумеется, ни о каком автомобиле там и речи не может быть. Пьет, почему-то, правда, оплачивает интернет, но это уже другой вопрос. Беспробудно. И беспробудно пьянстве пишет Людмила свое мнение. Потому что все, что она в своей жизни трагически пережила в отношении с матерью, это как раз вот тот самый пунктик алкоголичка. Если ребенку говорили 10-11 лет забирай твою мамку, она на улице пьяная лежит, вы представляете насколько искажена психика у ребенка, насколько сложно ей было все это переживать. Это же нелегко. Я даже себе представить этого не могу, чтобы я вот так не дай бог мои дочери бы сказали забирай твою мамку пьяная лежит. И это было неоднократно. Лучше они, конечно, начали жить, когда отец пришел из тюрьмы. Он смог остановить мать от беспробудного пьянства, но вы же понимаете, что бывших ни алкоголиков, ни наркоманов не бывает. Поэтому атмосфера загула и пьяного угара люди знакомы с детства, с ранних подростковых лет точно. Еще один пунктик это туалет. Прекрасно все знаете, что путешествуя по тракстопам, посещая торговые центры, молы, еще какие-то места, первым, что проверяет, как их называют, первое, на что обращает внимание, туалет. И каждый раз нам доказывают, нам, живущим в России, в странах СНГ, что только в Америке такие чистые туалеты. Только в Америке принцессы не какают, да-да. Здесь вот даже обычные туалеты, не туалеты. Прям буквально дворцы какие-то. Вам это не странно? Мне не странно. Потому что единственное, наверное, о чем жалела маленькая Люда, о чем мечтала, это о квартире собственной, в котором обязательно будет туалет хороший. На Слобоской, я думаю, не было такой возможности, потому что это был общественный туалет типа сортир. Какие там неазмы, вы сами можете представить, какие там запахи. Конечно, хорошего нет. тяжелая тяжелая судьба говорит о том, что человеку просто вот этот ее гнев периодический, ненависть, она как раз является результатом той сформировавшейся картиной мира по влиянию детства. Если у вас будут еще какие-то комментарии, пишите с удовольствием. Почитаю и отвечу. Надеюсь, что вы дополните чем-то мои высказывания, какими-то еще фактами, которые я не заметила. Потому что YouTube это прекрасная площадка для изучения личности. наверное единственный сегодня ресурс, который позволяет получить полное представление о блогере, о человеке. Никого не баня. Пишите, что думаете. Хорошего вам настроения. Не болейте. Всем пока-пока.